Всем привет, меня зовут Владимир и мы начинаем серию роликов по созданию синематиков Unity. И в данном ролике мы рассмотрим, каким образом можно анимировать камеру на сцене, перемещать, вращать ее и так далее. Для этого зайдем на вкладку Windows, Package Manager, перейдем в раздел Unity Registry и найдем в списке ассет Cinemachine, после чего установим его в проект. После этого на вкладке GameObject у нас появляется новый раздел Cinemachine для создания различных виртуальных камер. Добавим к примеру самую стандартную виртуал камеру, и после этого наша основная камера приобретает такую иконку, и на нее добавляется компонент Cinemachine Brain. Как раз данный компонент отвечает в целом за работу всей Cinemachine, и именно эта камера у нас и будет двигаться по сцене. А уже каким образом она будет перемещаться и вращаться, мы задаем при помощи вот таких вот виртуальных камер. И в них по большей части есть два основных параметра. Первый это параметр Follow, который позволяет привязать камеру к какому-либо объекту и двигать ее по сцене. И параметр LookAt, который позволяет вращать камеру относительно какого-то объекта. На сцене у меня есть такой вот кубик, который в игровом режиме у меня двигается по небольшой траектории. Чуть позже мы данный компонент с вами также разберем. И сейчас попробуем привязать нашу камеру к траектории движения данного кубика. Закинем кубик в параметр Follow. После этого у нас камера наша немножко сдвинется. И давайте сразу рассмотрим параметр данной привязки. Для этого мы раскроем раздел Body. И здесь у нас есть настройки привязки нашей камеры к текущему объекту. В первую очередь мы задаем режим привязки, по умолчанию стоит режим Transpose. Это привязка к конкретному объекту. Здесь же мы можем задать смещение относительно текущего объекта. Параметр Follow Offset. Задаем смещение по трем осям. И давайте сейчас довернем нашу камеру на кубик. И запустим игровой режим, посмотрим как у нас идет привязка. И видим, что при движении кубика у нас также двигается и наша камера. Единственное, что ей не задается вращение камеры. Давайте попробуем сразу же привязать ее направление, также закинем кубик в параметр LookAt. И после этого наша камера уже будет всегда обращена к текущему объекту. И вот уже после этого наша камера движется за нашим кубиком и повторяет в принципе его траекторию движения. Параметры X, Y и Z Dumping позволяют насколько быстро у нас будет наша камера следовать за объектом. Если мы зададим здесь какие-либо параметры, к примеру попробуем их увеличить, то у нас камера будет немножко так притормаживаться. Это более заметно, когда у нас уже более какое-то одиночное идет движение. Также здесь интересен параметр Binding Mode. Он определяет, а будет ли у нас наклоняться камера по отношению к привязанному объекту. К примеру, в текущем режиме у нас ось вверх, она как видим закреплена, он у нас не вращается влево-вправо. Если мы выберем режим Lock to Target on Assign, у нас уже камера будет повторять наклоны текущего объекта. И уже камера будет наклоняться по всем осям, как мы видим в компоненте Transform. Следующий раздел AIM уже отвечает за привязку вращения нашей камеры. Давайте сейчас параметр Follow уберем и поставим где-нибудь статичную камеру, чтобы она просто следила за текущим объектом. В значении по умолчанию она постоянно вращается относительно текущего объекта. И мы можем настраивать различные параметры. К примеру, рассмотрим параметр Dead Zone. Увеличим немножко данное поле. У нас появляется такой вот прогал. И сейчас видим, что пока кубик у нас находится внутри данной зоны, у нас уже камера не вращается. Она начинает вращаться только когда попадает уже вот в эту голубую зону. Следующий параметр Soft Zone уже отвечает за плавность вращения за текущим объектом. Также, если у нас объект находится в данной зоне, у нас камера начинает плавно на него поворачиваться. Параметры ScreenX и ScreenY позволяют сместить точку привязки к текущему объекту. К примеру, Dead Zone мы сейчас бросим 0. И видим, что относительно какой части экрана у нас будет идти привязка к текущему кубику. Параметр Damping также здесь используется для плавности движения за объектом, чтобы он не один в один за ним следовал, а с какой-то небольшой задержкой. Также здесь важный параметр Tracked Object Offset. Он позволяет нам сместить точку, к которой мы привязываемся. Условно, по умолчанию он берет точку пайлот объекта. Мы же можем, к примеру, ее немножко сместить. К примеру, сместить ее чуть выше. Но, понятно, сейчас он у меня улетел куда-то не туда. Также мы можем добавить небольшой тряски нашей камере, чтобы она при вращении также немножко подрагивала. Для этого можем настроить параметр Noise. Параметр шума. Выбираем здесь единственный режим, который доступен. И убираем профиль нашего шума. И, к примеру, зададим побольше частоту вот этой тряски. Параметр Frequency. Зададим, к примеру, пятерочку. И видим, что уже при вращении у нас камера начинает так вот дергаться. Можно задать поменьше, задать амплитуду побольше. И при помощи данного параметра имитировать различное волнение и тряску камеры. Кроме того, мы можем использовать дополнительные инструменты для того, чтобы анимировать камеру на сцене. И первый из них – это инструмент так называемых рельс. Как раз наш кубик по данным рельсам он ездит. У нас есть объект с компонентом Cinemachine Smooth Pass. Он представляет собой такие вот рельсы. Они состоят из различных точек. И между ними выстраивается кривая, по которым у нас ездит наш объект. Для того, чтобы заанимировать какой-либо объект по данным рельсам, я на кубик закинул компонент Cinemachine Dolikart. Где у нас, по сути, указывается данная дорожка, по которой он ездит. И здесь я просто указал скорость, чтобы он у меня ездил автоматически. Для камер же есть способ чуть проще привязать ее к данным рельсам. Для этого лишние компоненты удалим. И добавим на сцену, также с раздела Cinemachine, объект Dolikamera Width Track. У нас добавляется также виртуальная камера на сцену. И также добавляется вот этот компонент рельс Dolik Track. Устанавливаем их в той позиции, где у нас должно начать движение нашей камеры. У нас есть две вершины 0 и 1. И движение, соответственно, будет с нулевой вершины. Поэтому я ее расположу примерно перед входом в мое здание. И пока у нас есть две вершины, мы их можем перемещать. У нас получается линейная траектория движения. К примеру, я первую вершинку за те же гизма просто подвину чуть глубже в здание. Также данные параметры, данные позиции вершин, мы можем задавать в компоненте Cinemachine Smooth Path. В табличке Waypoints, где есть координаты каждой точки. Также мы можем добавлять дополнительные точки. Нажимаем плюсик, у нас добавляется третья вершина. И мы можем ее уже сдвигать, и у нас получается кривая. К примеру, я здесь ее немножко заверну. А первую вершинку немножко отодвину назад. Также у нас есть параметр Resolution, который отвечает за плавность данной кривой. И параметр Loop, который позволяет нам замкнуть контур наших рельс. Но пока что мы его оставим выключен. И после того, как мы выстроили наши рельсы, дальше мы переходим к нашей камере. И там у нас уже автоматически выставлен нужный режим привязки движения в параметре Body. У нас выставлен режим TrackDoll. И здесь уже есть свой набор параметров для анимации камеры. В первую очередь, самый главный параметр это PathPosition. Это позиция нашей камеры на текущих рельсах. Если мы будем данный параметр увеличивать, у нас наша камера начинает по рельсам вот этим скользить. И каким образом понять, а когда у нас наша камера дойдет до конца. У нас есть параметр PositionUnits, который определяет, в чем измеряется у нас предыдущий параметр. Если у нас стоит режим PathUnits, у нас это расстояние измеряется в количествах вершин. Сейчас у меня находятся три вершины у данных рельс, поэтому конец траектории у моей камеры будет в значении 3. Видим, что камера у нас прилетела к концу. И также здесь у нас есть те же параметры. Это смещение, точки привязки и также параметр Dumping, насколько плавно она у нас будет перемещаться. Здесь же у нас есть параметр CameraUp, который позволяет задавать, а будет ли у нас каким-то образом камера вращаться при движении по рельсам. К примеру, сейчас у нас выставлен дефолтное значение и у нас камера никак не вращается при движении. А мы можем задать еще привязку к направлению рельс, параметр Path. И уже при искривлении данной кривой у нас также будет заворачиваться и направление нашей камеры. И далее уже при помощи того же компонента Аниматор мы можем создать анимацию перемещения и заанимировать параметр PathPosition. На первом кадре у нас было значение 0, а где-нибудь через 5 секунд значение будет, например, 2. И можем проиграть движение нашей камеры, вот у нас анимация идет. И также можем заанимировать вращение данной камеры, а именно привязать ее к какому-либо объекту. К примеру, я добавлю на сцену тот же кубик и помещу его примерно в первую комнату. И также создадим анимацию для текущего кубика. Давайте сразу же камеру пряжем к данному кубу, чтобы она была всегда направлена на него. Затем также накинем аниматор на него и создадим анимацию, допустим, Move Cube. И попробуем поанимировать его позицию. К примеру, там где-нибудь через пару секунд он у нас будет взвиняться влево, а затем уедет куда-нибудь вправо, куда у нас и уезжает наша камера. И для того, чтобы построить обе данных анимации, нам необходимо уже запустить игровой режим. Но перед этим давайте зацикленность с наших анимаций уберем. Пока что эту дверь просто временно выключу. И запускаем игровой режим. Итак, вот у нас камера заходит, осматривается и поворачивается направо. И получили такую проченькую анимацию камеры, буквально в пару кликов, используя стандартные компоненты Cine Machine. И при этом анимация камеры получается достаточно плавной. И в следующем ролике рассмотрим, как можно создать единый файл анимации, чтобы комбинировать там различные камеры. Также там активировать дополнительные инструменты, вроде каких-то звуков, эффектов, скриптов и так далее. А на этом у меня все, поэтому всем удачи и пока.